Все билеты распроданы, указ очереди. На фильм-приключения Т-34 приходят целыми семьями. Приятного просмотра, спасибо большое. Картина только вышла в прокат, а зрителей уже более полумиллиона. Вдохновляющие человеческой историей сопереживают в Сибири. Уже до слез. Потрясающе фильм. Без эмоций не обошлось. Такие же эмоции у зрителей на другом краю страны, в Крыму. Шикарный фильм, вообще вот реально, вот как будто там была. Откуда у вчерашнего курсанта Ивушкина эта непробиваемая уверенность, что бежать из плена нужно во что бы то ни стало? Да еще и на Т-34-ке все знают, что немецкий танковый ас Ягер этих русских и из-под земли достанет. Ты что задумал? Ты догадайся. Все это любовь, которая превосходит жестокость. Поверив в себя, герой Александра Петрова воодушевляет всех. И по ту сторону экрана, и по эту. Честно, фильм, ну до слез. Из зрительного зала порой кажется, время застыло. Вонзающийся в броню снаряд ощущается буквально кожей. Чтобы все это прорисовать, художникам спецэффектов потребовалось больше года. Теперь новый русский блокбастер Т-34 называют настоящим форсажем. Только на танках. Фильм просто космос. Ребята, вот отличный. Трогает за душу. Первый день проката и сразу более 100 миллионов рублей кассовых сборов. По этому показателю честная и искренняя история взаимоотношений на войне обогнала даже движение вверх. Про подвиг, про то, что нельзя сдаваться, несмотря на самые тяжелые условия. Вот такое кино получилось. На каникулах Т-34 недосягаемый фаворит в гонке за интерес зрителя. Доброе приключенческое кино о самом драматичном периоде из жизни страны. Его ждали. Павел Мельник, Олег Пакшин и Марина Наумова. Вести. Продолжение следует.